Бельский плавательный бассейн за минувший год изменился до неузнаваемости. Причина тому проста. Все деньги от абонементов проходят через кассу. Благодаря этому удалось провести капитальный ремонт и привлечь к плаванию больше бельчан. Но все хорошее быстро заканчивается. Через суд в должности директора восстановился Масловский, который руководил бассейном больше 10 лет, пока не был уволен. А вот в чем особый воровской шарм этого решения. Человек был восстановлен по запросу госканцелярии в связи с нарушением процедуры увольнения. А процедуру нарушил Октавиан Маху, который сейчас руководит Бельским бюро госканцелярии, а тогда руководил примарией. Дело было в 2014 году, когда правительство обязало нанимать таких директоров по конкурсу, а действовавших на тот момент до проведения конкурса назначить исполняющими обязанности. Так вот, примария тогда якобы не уведомила Масловского, что он уже ИО. А теперь Маху, уже как чиновник госканцелярии, отменяет увольнение на основании собственной халатности. В среду вечером работники, тренерский состав и родители пришли к вице-мэру Игорю Шеремету, чтобы сказать, что они не хотят возвращения прежнего руководства. Шеремет объяснил людям, что произошло. Каждая свою версию преподносит, как ему удобнее и как ему выгоднее. Но я извожу законную версию, которая по существу сейчас и применяется, и, конечно же, информация, которая существует на сегодняшний день. Знаете всю эту историю, да? По приказу начальника управления образования на приостановление трудовых отношений с господином Масловским, после этого приказа был издан приказ о предъявлении конкурса. Потому что по законодательству назначение директора учебного заведения, это по действующему законодательству, и на тот момент, когда был издан этот приказ, назначение делается только на основании конкурса. То, что и было сделано. То есть после приостановления трудовых отношений сразу объявился конкурс, был, провелся этот конкурс, был выявлен человек, который объективно по всем критериям и по условиям конкурса выиграл, был опротестован, или были опротестованы результаты конкурса, насколько вы услышали или знаете. И специализированной комиссии при Министерстве посвящения, именно комиссии по рассмотрению контестации, они оставили в законную силу результаты этого конкурса. И, конечно же, уже приступил к своим обязанностям новый директор. Тем временем вы в курсе того, что господин Масловский обжаловал приказ о приостановлении трудовых отношений в суде. Тем временем, вы, наверное, уже давно знаете, то есть 27 января. Не будем сейчас подаваться подробностям, объективностям суда, потому что это решение как бы обжаловано в апелляционной палате. На сегодняшний момент, то есть 27 января, было вынесено решение по сути чего? Аннулировали приказ по приостановлению трудовых отношений Масловского и тем же решением как бы определили его восстановить в должность директора школы. Но по этому же решению, по иску в госканцелярии, по аннулированию объявления конкурса, было отказано удовлетворение иска канцелярии. То есть на сегодняшний день и на момент провозглашения этого решения, 27 января, существует юридическая непонятка. С одной стороны, оставили в силу результаты конкурса и назначения нынешнего директора. Тем же решением удовлетворили иск Масловского по аннулированию приказа по приостановлению трудовых отношений и обязали, по решению даже я не понял, кого обязали восстановить его на работу. Конечно же, в понедельник, господин Масловский вместе со своим судебным исполнителем, к которому он обратился, пришел в управление образованием к госпожи Дубинской, предоставляя на исполнение решения от 27 января и, конечно же, исполнительного листа. В рамках закона, законодательства, ему очень четко изложили. Вы, послушайте, вы как бы законно обратились на исполнение соответствующих документов, да? Но согласно тому же кодексу об исполнении судебных решений, в случае, когда, ну в этом случае дебитору, в случае, когда дебитору не ясна процедура исполнения, я опять же повторюсь, когда по решению вроде бы оставили в силу результаты конкурса, проведения конкурса по нынешнему директору и восстановить старого директора, когда не ясна процедура и механизм исполнения соответствующих решений, дебитор имеет право обратиться в суд, чтобы суд в свою очередь объяснил, как исполнить, исходя из соответствующих обстоятельств. По закону, вот, за этот период пока не спал, потому что суд обязан тоже вызвать всех сторон процессов в дополнительном совещании, чтобы рассмотреть и определить механизм исполнения. До тех пор решение суда, так и исполнительный лист, приостанавливается к исполнению. Это первое. Во-вторых, ему очень четко и квалифицированно объяснили, «Послушайте, вы представили исполнительный лист с определенными ошибками, то есть тоже есть определенные процессуальные аспекты по исполнению исполнительного листа. То есть здесь, в этом исполнительном листе в качестве кредитора указано управление образованием, а дебитор это масловский». Опять, то есть непонятно качество, кто в каком качестве выступает. То есть оно должно, в принципе, наоборот. Но это документ, как его исполнить, если кредитор, так и написано, является в управлении. То есть если кредитор, значит, в управлении должно что-то требовать из масловского, а он дебитор как должник. То есть, опять же, подали официальное заявление в суд, потому что у меня есть вся документация с входящим номером из суда по корректировке исполнительного листа. Опять же, суд обязан в рамках определенного совещания, дополнительного совещания, созвать опять же сторон и уже сделать соответствующие корректировки. «А что нам делать сейчас? Потому что если он, допустим, влетный бассейн, со своим искримым заявлением в судах, что там он решение в судах, что вот нам как быть, мы не хотим, наш коллектив все против, чтобы он вернулся». «Бут уборщицы, это простого теплотехника, которые указывали целое лето, меняя канализацию, которая текла под бассейн, нарушая здания. Мы меняли все, советовали с работами, все меняли, все половина своими силами. Что им объясняли? Приходить он, конечно, я потому и вас собрал, в принципе, потому что эти люди, в принципе, они способны на любые спекуляции и угрозы. От этого никто не застрахован. Нету, знаете, как элементарного там, даже не буду комментировать. Но законно он там не может приходить. Нету приказа на восстановление, значит, он законно там не находится. Слово, частково, смело. Милицию, полицию, все можно называть, да? Полицию, вы знаете, и устроить. Если человек незаконно находится там, без определенных расставаний, его качество администратора, то есть директора, то тогда он там просто никто. На сегодняшний момент. Самое интересное, что за короткий период было столько сделано, что не было делано за 20 лет, пока он был в власти. Родители говорят, что возвращение старого директора психологический стресс и для детей. Они помнят, в каких условиях приходилось тренироваться при нем. Это засорковать и успокоить ребят, что во мне... Да и работникам всех, потому что у нас троги дети будут. И родители, родители тоже переживают. Что-то надо объяснять, почему они не могут заниматься дальше, продолжать заниматься. Почему у них не могут в этих условиях и еще в лучших условиях заниматься, понимаете, бассейн? Какие были худшие какие-то романтики. Если у нас сейчас гуны, то же все понимают. У меня старший сын ходил в бассейн в Примасловском, вот маленький бассейн. Там ужас что-то был, ужас просто. Сейчас это теплые полы. Честно, я рукой трогаю те полы. Честно, теплые, теплые полы. Это не действительно полы. Я хожу в большой бассейн. Я пришла, я давно не была, но я пришла, там разруха просто была. В течение буквально двух недель променяли окна, покрасили стены, поменяли сушилки, поменяли... Причем закротки сушилки. Это уже в большом бассейне, в маленьком мы пришли, вообще красота была. Каждый раз посещение бассейна, это что-то новое. Конечно, а когда раньше, душиные дети ходили, ну все, 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 все. Примерно сейчас на чемпионате республики. Вот ситуацию данную я услышал в Педасполе. Он говорит, что лифик будет ловый завтра. И он мне звонит и говорит, что он назад возвращается. Тату, что можешь, иди, поговори там. Он не хочет, да, что не было такого. Мы пришли, потому что наши дети попросили прийти и спросить у вас, у компетентных органов, у людей, которые могут там вот эти полуостры, что делают дальше. Игорь Шеремец сообщил, что до смены руководства ежемесячно налево из бассейна уплывало более 80 тысяч леев. Цифра. При старом правлении и разница при нынешнем, в аналогичных периодах официальная сумма, которая проходит через кассу, свыше 500 тысяч леев. Сейчас уже подано заявление соответствующее в компетентные органы, чтобы возбудили уголовные дела. Потому что, ребята, явные признаки. Вот то же количество абонементов, понимаете, а разница в официальных проведенных сумм, которые оплачиваются тем же абонементом. понимаете? То есть, если есть резонные подозрения того, что здесь проводились хищения или элементарная халатность, то есть, это неоднократно и, конечно же, надо оповещать надлежащим образом компетентные органы. Но судя по тому, что было сделано уже на основании и модернизации, на основании тех же денег, которые официально все, которые посещают этот бассейн, все это внедряется непосредственно для одного проекта, для другого. Есть определенные планы. То есть, конечно же, есть заинтересованность старой администрации как бы вернуться. Ну, пятна разницы. Ежемесячно я подсчитал в среднем разница по аналогичным периодам, когда была старая администрация и нынешняя администрация, разница в среднем где-то 80 тысяч лей. В месяц. 80 тысяч лей. То есть, при старой администрации присуществовании того же количества абонементов минус всегда было в среднем 80 тысяч лей. Тренера говорят, что отношение прежнего директора к образовательному процессу было ужасающим. Еще один момент. Сейчас именно у нас основа на детей младшего возраста. Это соревнование называется «Веселый дельфин». Так как старший возраст у нас упущен. Это младший возраст идет дети 2001 года и младше. И вот именно в этом году при нынешнем руководстве им было начислено столько часов, сколько нужно тренироваться. Действительно, раньше был полный бардак и они не плавали те часы, которые нужно было. Сейчас даже нас уважали другие школы. Они понимают, что у нас сейчас проводится много работ, изменения в бассейне, очень хорошие условия, база для работы. И они начинают нас уважать. Мы уже начинаем входить в рейтинг одних из самых сильных школ, занимаем хорошие места на данных соревнованиях. И, соответственно, тренера боятся, что он придет обратно и опять будет хаос, опять заберет часы, часы не будут дорабатываться так, как нужно, так как у него интересы не спортивного характера, а именно характера того, чтобы коммерческого характера дать. В плане человеческого отношения новая администрация всегда открыта к общению, открыта к диалогу, открыта к предложениям. Мы можем подойти, выдвинуть любые предложения, обсудить что-то. Это всегда рассматривается. При старой администрации не хочу сказать, что они не были открыты к диалогу, однако они говорили «Окей, ребята, можете подходить, давайте что-то обсуждать». Но когда по факту мы приходили с предложениями, это все оставалось на уровне разговоров, это в лучшем случае на уровне разговоров. Иногда просто не могли дослушать до конца. Ну, в общем, давали понять, что это сейчас не в приоритете, давайте это как-нибудь в другой раз обсудим. Я говорю, что новая администрация очень нас радует, могу сказать за себя, и, как я понимаю, другие тренеры это охотно подтверждают. Реакция родителей безусловно понятна, конечно же, и за эти 9 месяцев была проделана большая работа, и это было коллективное решение. Все вместе решили, и, как бы, хочется, чтобы продолжалось в таком же духе, как на данный момент у нас сейчас происходит. много говорить не надо, все факты налицо. То, что был отремонтирован маленький бассейн, полностью канализация, вентиляция поменена, и новая акустическая система в бассейне. За многие года, за последние года, то есть наша школа в юношеском чемпионате Республики Молдова сейчас заняла первое место. Я в бассейне работаю с 2000-го года, я о своей истории такого не помню. Это впервые за столько лет, да, чемпионат среди юношей, чемпионат Республики Молдовы, наша школа выиграла первое место, обогнав сильнейшую школу Молдовы. И весь факт налицо, как работает школа, сколько групп сейчас новых было открыто, сколько задействовано абонементных групп в маленьком бассейне, сколько детей оздоравливаются и обучаются плаванием. То есть школа шагнула очень сильный шаг вперед, что видно налицо и даже по результатам. Вот сейчас на кону у нас чемпионат Республики Молдовы, которые дети уже, которым 13-14 лет, уже в состав команды входят пять кандидатов мастеров спорта и надеемся, что на данных соревнованиях будут и выполнения мастера спорта, ну а также чемпионы Республики Молдова. Люди, которые стоят за атакой на Бельский бассейн, планируют организовать митинг у Примарии в поддержку Масловского. Как выглядят такие митинги, бельчане уже знают. Юные участники боксерских секций стоят, прячась от камер за транспарантами. Их желание не попадать в кадр понятно. Работать на воров действительно стыдно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова